Дождались все, но не все. Работникам Северодонецкого Азота выдали зарплату, правда, частично. Об этом в телефонном разговоре с журналистом ПУДИ рассказал глава правкома химического предприятия Валерий Черныш. По его словам, на зарплатные карты перечислили около 30 миллионов гривен. Кому, сколько и за какие месяцы погасили задолженность, сами азотовцы разобраться не могут. Вчера мы с группой работников организовали поездку в Киев работников предприятия для встречи с руководством управляющей компании «Осхем». Нам в этом помогали народные депутаты Украины, Центральный союз, профсоюз наш отраслевой. После этой встречи правящей компании было принято решение выделить часть денег на частичное поражение задолженности по заработной плате в сумме около 30 миллионов гривен. Вчера эта сумма была зачислена на зарплатной карточке работникам предприятия, ориентировочно в размере месячного фонда оплаты труда. Но это не решило полностью все проблемы, потому что задолженность более трех месяцев еще осталась. Мы будем дальше продолжать заниматься этим вопросом. Не скажите, зарплату дали? Дали. Зарплату дали 25%. 25? А какой месяц? За три, по-моему. 25% за три месяца? Ну, за сумму за три и 30 за май. Зарплату дали? Нам? Дали. Не всю. А за какие месяцы дали? За марк, наверное, да? Зарплату дали вам? Да. А в каком размере? Больше 100% за один месяц. За что? За один месяц? Да. Да.